Тебя посылка пришла. Привет всем любителям отличного звука. Да, именно отличного звука класса High End. В этом видео я расскажу и покажу настоящий High End ЦАП NFB28. Когда пришла коробка, я подумал сначала это какой-то усилитель, но когда вскрыл, я был потрясен невероятно большими размерами данного ЦАП. Аппарат NFB28 довольно крупный. Первое впечатление от размера и веса это вау! Он гораздо больше, чем все мои здоровенные предыдущие ЦАПы, даже больше некоторых моих усилителей. ЦАП Audio GD NFB28 имеет шикарный алюминиевый корпус, кстати, гладкий на ощупь. На самом верху отверстие для охлаждения. Передняя панель имеет справа изящный серебристый потенциометр, ступенчатый, кстати. Ручка регулировки металл. Когда вы регулируете им громкость, то слышно щелчок при каждом вращении. Посередине передней панели мы видим дисплей, довольно информативный и не сильно яркий. Цифры на дисплее видно даже при ярком солнечном свете. Под ним находятся три кнопки, кстати, металлические. DAC, HP, Gain и Input. ЦАП NFB28 оснащен цифровыми входами, USB, оптический, коаксиальный. Также есть RKA, XLR. Выходы включает TRS, четырехконтактный разъем XLR для выхода на наушники, а также RKA и опять же XLR. Кстати, выходной разъем для наушников Neutrik. Не буду их описывать особо, вы все увидите на видео, а также прочитайте полностью на сайте Звукомания. Ссылка внизу. Также имеет массивные большие четыре ножки опоры, он не скользит, отличие от дешевых ЦАП. Благодаря им аппарат стоит очень устойчиво и уверенно. С точки зрения общей конструкции ЦАП внешне очень удобен к органам управления разъемом. Сзади на передней панели и к дисплею привыкаешь примерно через 2-3 часа. К примеру, сравнивая внешне Asus Asense 3 либо ЦАП Oppo, то данный ЦАП NFB28 просто монстр. И вообще по сравнению с ним это какие-то мелкие коробочки. Надо отдать должное разработчикам Audio GD. Все ЦАПы, которые были у меня на обзорах от Audio GD довольно тяжелые, массивные. Это свидетельствует о том, что внутри у данных аппаратов и, впрочем, у NFB28 имеется тяжелый трансформатор и не дешевые компоненты. Кстати, а что внутри? У Audio GD NFB28 внутри используются отличные хай-энд комплектующие. За основу взят топовый ЦАП-чип ESS-9018 высокого класса, который может поддерживать до 32 бит 384 кГц. Также он имеет технологию безобратной связи, которая оснащена полностью дискретными усилителями. Большинство меломанов и аудиофилов знают, что это хорошая конструкция без обратной связи. Может предложить лучший звук даже в тестовых измерениях. Самое первое, на что обращаешь внимание, это детальное разрешение во всем частотном диапазоне. Детальность слышит даже самые тугоухи. Мы также проводили фокус прослушивания среди людей, не меломанов и не аудиофилов. Причем детальности много, даже очень много, особенно для тех, кто впервые слышит такой звук ЦАП-Аудио GD NFB28, воспроизводит не только самые скрытые нюансы треков, но и очень досконально правильно прорисовывает. Также отличает этот ЦАП от других, так это наличие некоторой сглаженности, а также мягкости в его звуке. Звук единый, масштабный, не теплый. Это так называемое влияние фирменного подхода Аудио GD. Бас очень хорош, его очень много и он довольно заметен. При этом его диапазон довольно широкий, причем он уходит вниз и очень глубоко. При этом средние и высокие частоты также хорошо показывает данный ЦАП. В целом я очень впечатлен звучанием этого могучего, мощного ЦАПа. Аудио GD NFB28 действительно хай-энд продукт от Аудио GD. Он имеет все функции, которые мне нужны. Великолепно звучит и он очень большой. Балансное усиление может быть необходимо для некоторых меломанов и аудиофилов. Плюс вы получите блок с тоннами входов и выходов. В конце концов, этот ЦАП плюс усилитель для наушников, плюс предусилитель, действительно стоящая вещь, которой не хочется менять ближайшие где-то примерно 3-5 лет. Если сравнивать звук ЦАП NFB28 с западными аналогами, то цена на такие конкуренты 100 тысяч рублей и более. Вы можете всю жизнь паять, перепаивать бюджетный ЦАП, менять питание, операционные усилители и прочее, внушать себе классный звук и так и не услышать настоящий хай-энд звук. А можете купить один раз ЦАП NFB28 и просто-напросто наслаждаться высококачественным звуком. Кстати, усилитель для наушников обладает отличными звуковыми талантами. По этой цене и способен на все 100% раскрыть ваши дорогие наушники, будь то изодинамические, планарные, ортодинамические и так далее. Рекомендую воспользоваться разъемом XLR для наушников. Разница в звучании довольно заметная. Отдельно хочется упомянуть про звучание композиции в формате DSD. Общее впечатление от прослушивания на этом невероятном формате это нет холодной подачи, как у бюджетных 32-битных ЦАП, нет выпирающих высоких частот. На многих бюджетных ЦАП вы не всегда услышите разницу между музыкой в формате APE, флаг ВАВ и музыкой в формате DSD. ЦАП Аудио GD NFB28 отлично показывает эту разницу как на хорошей аппаратуре, усилитель плюс акустика, так и на хороших наушниках, небюджетных. С вами я прощаюсь, ставьте лайки, если видео понравилось. Пока-пока! А ты подписался на канал? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok